Я нашла! Вот такой я именно хотела! Это тоник? А, у нас все раками на розовом! О! Класс! Мне очень нравится! Настя, я уже научился собирать кубика Рубика посложнее. Ага! Я хочу научить тебя собирать вот этого Рубик с Джуниор Мишку. Я думаю, ты справишься. Ты не против? Конечно, не против. Можно вот так поставить. Ого! Какой он классный! Он в виде разноцветного Мишки. Настя, давай я сейчас немножко поучусь, а потом уже научу тебя, как его правильно собирать. Хорошо! Так. Я думаю, что я справлюсь. Здесь ничего сложного. Настя, тут главное подобрать цвета и поставить фигуры в правильные места. Да, понятно. И все, смотри. О, так легко! Да. И быстро! Можно я уже попробую? Давай я тебе его закручу. Кручу-верчу, заботать хочу! Давай, собирай. Так, ну я думаю, что как-то вот так, вот так, вот так и вот так! Сложен? Вообще нет! Я научилась! Хоп! Сложила! Вспомнила! Мама, помнишь, ты мне обещала, что мы мне затонируем волосы? Раз обещала Настя, значит затонируем. Только не сегодня, хорошо? Почему не сегодня? Мне надо отойти на пару часов. Ну все, до встречи! Эх, пока! Пока! Папа, у меня в тебе предложение. Давай польем в магазин и выбери мне тоник для моих волос. Чего? Настя, какой тоник? Волосы красить? Ты же маленькая еще. Ну и что, что маленькая? Это же тоника, а не краска. Он за пару раз смывается. Настя, а с мамой ты этот вопрос вообще обсуждала? Мама мне даже обещала, что мы на днях затонируем мне волосы. Но только она сейчас ушла по делам, а я хочу покрасить волосы уже сегодня. Ладно, Настя, если так уж хочется изменений, выезжаем прямо сейчас. Ура! Настя! Что? Я тут подумал. Я, наверное, не готов брать на себя такую ответственность красить тебе волосы. Давай я позвоню в салон, запишу тебя и пускай тебя покрасит настоящий профессионал. Хорошо, давай. Потому что я думаю, что я может не справлюсь. Я тут нашел телефончик. Хорошо. Алло. В салоне так в салоне. Даже круче, ребятки. Я скоро себе покрашу волосы. Ребят, такая история. Обзвонил уже три салона. Все занято на неделю вперед. Карантин ослабили, все пошли. Прически делать, губки красить. Настя! Иди сюда. Что, пап, ты меня уже записал? Настя, все занято на период как минимум на неделю. Давай мы сегодня запишемся, а через недельку тебе профессионал покрасит. И все будет очень красиво. Ну, папа, я уже пол лета жду, чтобы мне покрасить волосы. Идем в магазин и купим краску и мне покрасим волосы сами. Мы с тобой справимся? Я думаю, да. Ладно, давай попробуем, пойдем. Пошли! Так, где же это краска тоже? Вот это что, Настя? Алло, алло. Я нашла. Вот такой я именно хотела. Это тоник, и он очень яркий, как раз на моих волосах. Точно ты тоже так хочешь? Да, это тоник. Цветные пряди на один день. Во-первых, митя головы. Вот, смотри, как можно покрасить. Ну, это у блондинки, а это... У усой, да? Да. Мне подходит. Все, берем такое? Берем. И покраситься просто надо. Ну, хорошо. И мне будет проще красить, да? Да. Перед покраской помыли волосы, чтобы были чистенькие. Чистенькие? Да. Нужно, конечно, посушить. Почти готово. Самый ответственный момент. Волнуешься? Ну, не очень, знаешь. Все у нас получится. Это же так думаю. Настюш, давай возьмем вот полотенце. Вот так застелим, чтобы краска не попала во футболку. Папа, почему белая? У меня розовая краска. А, точно. Давай розовое полотенце, вот. Не подумал. Ой, папа. Так. Так, держи. Так, всем привет. Я, если что, оператор. Саша, тоже задействовали в нашем процессе, да, Саня? Да. И если что-то пошло, пойдет не так, я в этом не участвовал. Ах ты хитрый, Саша. Так, где наша краска? Папа, я переживаю. А, стой, Настя, это же не краска. Как называется? Спрей. 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 Смотри, здесь вообще такая маленькая штучка. Давай вот так вот ровную бумагу. О, там все будет четко, смотри. Вау. Давай. Ну, только кончики. Я как? Пока ничего не понятно. Вау. Не, что, прикольно. Видно? Да. Ярко? Настя, это первая в жизни моя покраска волос. И моя кожа, пап. А прикол в том, что тебе делает ее папа дома. Папа, там ярко? А, там ярко. Красиво. Не волнуйся. Так, ну, я думаю, это нам вообще не надо. Так, стой, здесь нужно добавить. Вот так вот встань. Только мне на ухо. Не надо. А тебе лучше краской или спреем? Настя, я же сказал, у меня вообще первая покраска. Конечно, спреем. С краской нужно было разбираться. А тут нажал кнопочку, все. Краска полетела. Спрей полетел. Еще чуть-чуть? Да. А, у нас все раками на розовый. О, как думаешь, Настя? Мама оценит наши труды? Я даже не знаю, но думаю, что да. Сюрприз будет. Папа, поправь чуть повыше, чуть в сторонку. Хорошо. Сейчас все сделаю. Кто там? Кто это? Так, а вы что здесь все делаете? Кто там? Привет. Привет. Ах, вы что, волосы красите? Да, мама. Да, салон на дому. Если что, Настя сказала, что с тобой все решено. Я не виноват. Ага. А это хоть тоник или краска? Краска. Шучу, тоник. Тоник, конечно же. Мы звонили в все салоны, все занято. Решили устроить салон дома. Покажи, покажи, что получается. Настя, оно хоть смывается? Конечно. С первого раза оно может смывается. Ну и со второго, да? Смотри, у тебя уже вся футболочка. Ой, ничего. Красота требуется. Красиво получается. Так, мам, ну я думаю, следующая очередь твоя. Ну, папа, я не против, мне как раз надо перекрасить волосы. Давайте еще немножечко вот здесь подправим, да? Краешь. Хорошо, давай. А я пришла не с пустыней ткан. Серьезно? А с чем? Докрашивайте, мойки ручки и будем кушать. О, совсем не маленькую пиццу. Неплохую пиццу я так скажу. Макси пицца. Это называется Макси пицца. Ну что, Настюш, подправляем? Подправляем. Налетайте на огромную пиццу. Ого. Она настолько огромная. На всю семью? Ага, очень вкусно пахнет. Классно. Мне очень нравится. Я думала, что я не даю блюсь такого насыщенного цвета. Классно. Обожаю этот цвет. Как будто бы мы просто их покрасили неоновой краской. Супер. Редактор субтитров М.Лосева Субтитры подогнал «Симон»